Вот так и живем бок о бок, изучая традиции и обычаи друг друга, невзирая на национальность и вероисповедание. Рассказывает Райхан Тажибаева. Для Харона Исаева и его родных Казахстан стал второй родиной. Здесь приорали коренной козлординец, встретил свою любовь, создал семью. А все началось в далеком 44-м году, когда сюда его предки были депортированы из Северного Кавказа. Тяжелые для всех времена, говорит Харона Исаев, выжить им помогли местные жители. Лютая зима, 23-й февраля, разгар зимы, представьте. И эти шалоны добирались 10-15 дней. 30% народ погиб от болезни, холода, голода. Казахский народ поделился всем. Они выносили хлеб, еду, одежду, сирот, сколько осталось без родителей. Они усыновили, удочерили, воспитывали как своих. В детстве мечтал стать летчиком и врачом, покорять голубые просторы и спасать людей. Однако жизнь распорядилась по-своему. Звукорежиссер областного телевидения позже ушел в бизнес. Сейчас успешный предприниматель вносит свой посильный вклад в развитие страны. Я нашему народу, Казахстану, желаю дружбы, во-первых. Потому что дружба народов, она сплочает, еединит и приводит к светлым, хорошим успехам. И я желаю нашей стране, нашему Казахстану, чтобы мы достигли этот уровень и чтобы были примерами и образцами для всего мира. Я искренне этого желаю. 4% жителей Казахстанской области составляют представители разных этносов. По инициативе областной ассамблеи в многонациональных школах работают клубы толерантности. Все праздники встречаем вместе. Это прекрасная возможность сохранить свою культуру и знакомиться с традициями других этносов. Ведь мы живем одной дружной семьей в общем доме Казахстане. Сегодня в Приорале создано 11 этакультурных объединений. Люди с одной судьбой и общей родиной вместе преодолевают трудности, решают задачи и строят светлое будущее. Райхан Тажибаев, Альхайдар Труханов, Казларда, Хабар, 24.